Тамбовских студентов пригласили участвовать в бессмертном полку в Китае, Италии и Германии. В дни памятной даты для нашей страны они поднимут портреты воевавших дедов и прадедов. Почему в бессмертном полку в Китае студенты запустят голубей, узнала Людмила Войтович. Они собираются за границу в рамках образовательных программ, но в руках портреты воевавших дедов и прадедов. Поездка выпадает на особо памятную дату. По приглашению местных властей за границей решено участвовать в акции «Бессмертный полк». В прошлом году студенты и преподаватели впервые побывали с международной акцией в Германии. Тогда их удивило выступление мэра города Вайден. Была его речь, такая проникновенная, в которой он попросил прощения у молодых людей, живущих на сегодняшний день в Российской Федерации, за то зло, которое было принесено фашистской Германии за годы Второй мировой войны. По окончании своей речи он расплакался. В этом году Роман Голубчиков отправится с портретом прадеда в Китай. Он воевал артиллеристом. После окончания войны продолжил службу в Германии. И был свидетелем того, как вершился суд над лидерами фашизма. В 1945 по 1946 год обеспечивал безопасность Нюрнбергского процесса, который проходил в городе Нюрнберг. Соответственно, это судебное разбирательство преступников на сельской Германии. Могу сказать точно, что это был храбрый человек. И раз он прошел всю войну, наверное, были какие-то истории, может быть, героические. Но мы, к сожалению, о них не можем сейчас узнать. А в семье Натальи героические подвиги прадеда стали памятью поколений. Она отправится с портретом в Италию. Начало Великой Отечественной войны прадед Егор встретил в 39 лет, будучи отцом пятерых детей. Он участвовал в Сталинградской битве, после чего с тяжелым ранением был доставлен в госпиталь. И там его выходила тамбовчанка, как оказалось, это подруга его родной сестры. И в прямом смысле она его прям выходила, потому что он был безнадежен почти. Его никак не поздравляли, то есть никаких наград он не получил. И только в 1975 году, то есть, получается, через 30 лет ему принесли кружку, награду и что-то еще. Наталья не может сдержать слез. Прадед после битвы за Севастополь попал в концлагерь, где находился до окончания Второй мировой войны и выжил. А затем вместе с другими узниками отрабатывал на шахте Донбасса. Его внучка сказала, что тогда, в этот день, когда его наградили, он не просто плакал, он рыдал. И он не может говорить всякий раз, когда у него спрашивали про эту войну, он старался перевести тему и просто не вспоминать об этом. На обратной стороне портрета – личная карта узника концлагеря «Шталаг-3». Пережитые испытания теперь и в памяти потомков. У каждого личная история, как близкий человек сражался за мир на земле. Специально для акции в Китае студенты изготовят бумажных голубей в знак солидарности народов против войны. Вот такой вот голубь у нас получился. С тамбовскими студентами в Китай полетит символ мира. Голубей с пожеланиями участники бессмертного полка подарят друг другу. И главным будет, чтобы не было войны.